Привет, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня продолжаем анализировать исходные коды проектов. Раньше я уже разговаривал с вами про Angular, смотрели историю коммитов, как делаются коммиты, как пишется код. В общем, я надеюсь, вам было интересно, кто смотрел, кто не смотрел, посмотрите по истории канала, там эти видео есть. Сегодня поговорим про консольную утилиту NPM, пакетный менеджер для Node.js. И я хочу посмотреть с другого немножко угла, именно с угла анализа проекта. То есть мы будем смотреть не на код, а пытаться извлечь полезную информацию из того, как у нас в проекте организована работа с зависимостями. И это фокус сегодняшнего видео, если видео зайдет, то в следующих видео поговорим о других аспектах. Но в первую очередь анализ проекта такого уровня, как NPM, он достаточно большой, с большой историей. И благо в NPM вся история есть на GitHub, в Gite, то есть он стартанул в 2009 году, и развитие проекта, все, что называется, зафиксировано. Поэтому для начала давайте посмотрим на то, сколько у нас там уже версий есть в Gite. Нас интересуют не все коммиты, поэтому давайте вот такой командой вычленим только коммиты с тегами версий. И, собственно говоря, вот у нас список версий, который есть в истории коммитов, он на экране. Теперь мы можем использовать этот хэш для того, чтобы переключиться на интересующую нас версию. Мне интересно всегда посмотреть на самое начало проекта, это всегда интересная точка старта, общаясь, с чего начинаются такие проекты. Сейчас, конечно, NPM это мощная развесистая утилита. А чем она являлась в самом начале, когда был поставлен тег версии 0.0.1? Приятно, что здесь используется семантическое версионирование. И вот мы сразу видим, насколько приятно, когда в проекте все хорошо с позиции технологии разработки, когда есть версии. И мы можем уже как минимум работать с версиями, чтобы получать интересующую нас информацию. Итак, переходим на самое-самое начало и смотрим, что у нас тут есть в проекте. Проект в самом начале был супер небольшим и здорово, что здесь есть Redmi файл. Мы из него можем узнать идеи автора при создании этого пакетного менеджера. Здесь он говорит, что пока еще проект не совсем рабочий. Это, скорее всего, ближайший roadmap, который он хочет сделать. Ну и здесь мы видим, что предполагалось изначально вот такой достаточно простой workflow из шести шагов. То есть мы из торбола, из архива извлекаем информацию, смотрим, что там в этом пакете есть, устанавливаем его в корневую директорию с именем пакета. И, кстати, по-моему, позже этот формат будет изменен. Ну и, собственно говоря, линкуем все наши библиотеки. В общем, выполняем достаточно простую работу по извлечению пакета из архива и установке его в текущий пакет, в текущий проект, точнее. Вот. Предполагалось, что инсталляция и использование используются следующим образом. То есть, requirem.mp. Делаем инсталляцию торбола с указанным именем. Все достаточно просто и то, что с npm произошло позже, репозиторий и возможность фетчать из разных источников, в общем, это все будет в будущем. Так, давайте посмотрим, что из себя представляет npm. Ну, это просто на данном этапе развития проекта экспорт необходимых функций. Так, и инсталл тоже все достаточно просто. Ну и библиотека, да, библиотека тоже состоит из очень небольшого объема кода. То есть, это основной файл install и четыре метода, три даже метода. Боже мой, два метода. Два метода копии фетч, потом индексный файл и очередь, которая позволяет нам, видимо, в какой-то очередности выполнять действия. Наверное, где-то, может быть, в инсталле мы увидим, как эта очередь используется. Да, вот она используется, очередь. То есть, здесь как раз о том workflow, который мы обсудили раньше, идет речь. То есть, мы сначала делаем извлечение торбола, читаем JSON, линкуем и устанавливаем с помощью запуска make. Так, да, для этого нужна, для задания очередности действий нужна очередь. Ну, окей, понятно. То есть, если бы наша задача стояла проанализировать проект на самом раннем этапе, понять, как он работает, то, наверное, это была бы самая простая точка входа. То есть, после того, как мы бы получили первое представление о проекте, уже можно посмотреть более интересные, более поздние версии. Ну, обратите внимание, какой тут скачок с 0.3 до релизной версии 1.0. Вот давайте вот эту последнюю 0.3 версию и посмотрим, посмотрим, что же она там у нас из себя представляла на тот момент. Здесь уже появляется, как видите, структура, появляется документация. И это, кстати, тоже хороший признак хорошего проекта, когда как можно раньше, кроме версионирования, появляется сопроводительная документация, которая, скорее всего, каким-то образом может и в маны попасть, и использоваться на сайте и так далее. То есть, это хороший-хороший признак хорошего проекта. Здорово появляется информация о лицензии. Кстати, что там была за лицензия? Да, изначально была митовская лицензия. Сейчас я не помню, но какая-то креатив... Не помню сейчас, какая лицензия. Ладно, врать не буду, но, по-моему, она изменилась. Окей. Так. Здесь, в общем-то, опять идем в NPM. В NPM Redmi MD. И смотрим, что тут на этом этапе написано. Здесь уже больше информации о том, как устанавливать. Кстати, интересно, что здесь появилась инсталляция через Makefile. По-моему, в самом первой версии Makefile для NPM никакого не было предусмотрено. И это в Redmi тоже отражено. Как инсталлировать, как использовать, про доступ. Ну, в общем, заметно проект шагнул вперед. То есть мы уже можем, начиная с самого начала, выбирая удобный для себя шаг, смотреть, что же там в проекте происходит. Ладно, здесь уже, ой, ой, сколько всего. Ну, вот как бы структурирования проекта пока нет. И мне кажется... Давайте, кстати, посмотрим. В самом последнем варианте, в самом последнем варианте, что у нас... Вот, вот видите, здесь уже гораздо лучше выполнено структурирование. Это уже следствие развития проекта. Здесь намного-намного понятнее ориентироваться. То есть у нас команды отделены от исполнителей, есть утилиты. И, в общем, уже намного лучше. То есть, как вы видите, проект, он со временем все лучше и лучше. То есть начинали с простой отделиты, начали накидывать функциональность, просто используя, что называется, метод, кидаем все в одно место, только структурируем на уровне файлов. Потом уже появились директории для того, чтобы лучше все это структурировать. Окей, но меня интересует в сегодняшнем видео не совсем это. То есть мы пробежались по проекту, мы видим, что проходя срез за срезом, гуляя по версии, мы можем наращивать проект, посмотреть, как у него изменяется функциональность, и представление о проекте будет очень быстро формироваться, углубляться. Потому что бывает так, что когда ты смотришь на итоговый, конечный проект, для тебя вот просто темный лес, что там происходит. Ты берешь срезы как можно ниже начала создания проекта, находишь те точки, важные точки, которые на проекте были ключевыми, и их анализируешь. Окей, но меня интересует немножко другое. То есть если мы посмотрим, то практически с самого начала старта проекта у нас появляется файл Package.js. Здесь, кстати, уже достаточно приличное количество контрибьюторов, а версия всего 0.3.17. Здесь меня интересует вот эта часть, а именно зависимости. Сегодня я хочу показать, как количество зависимостей меняется с течением развития проекта, и мы для этого построим график количества зависимостей, который мы возьмем вот из этой части. То есть вот эти вот зависимости, dependencies. Мы будем считать, сколько вот здесь вот в этом объекте находится элементов, и, соответственно, это количество зависимостей будем соотносить с той версией, текущей версией, которая есть на проекте. То есть вот с этой вот версией 0.3.17. И, соответственно, посмотрим по графику, что мы из этого сможем вычленить. Вообще построение графиков для анализа именно проекта целиком, это здорово. Для этого нам нужны фитнес-функции, которые будут отвлекать интересующую информацию. В данном случае я сделал все вручную. Я взял, пробежался по каждому коммиту и написал скриптик, который просто сохраняет количество зависимостей, которые есть в данный момент. И получился довольно интересный график, который на самом деле очень показательный, и во многих проектах вы увидите примерно все то же самое. Давайте посмотрим. График довольно интересный. Смотрите, вертикально у нас количество зависимостей, максимально их 120, ну, реальное значение чуть меньше этого порога. А горизонтально у нас версии. Версия 0.01, 0.2, 1.0 и так далее. То есть здесь фокус в том, что версии не равномерно распределены. Это зависит от количества вообще промежуточных состояний, потому что на самом деле вот здесь мы из такого диапазона видим, что в самом начале количество версий было достаточно много. То есть прежде чем достигнуть версии 1.0, там в проекте, в NPM было очень много-много-много промежуточных версий, меньше единицы. И поэтому получилось, что здесь так вот достаточно разреженная часть. А ближе к современным версиям у нас получается, что версии становятся все меньше, шаги становятся все крупнее. То есть это мы как бы видим, исходя из этого, что у нас не растянута ось OX, она просто пропорционально количеству версий сжата. И соответственно первые шаги, они шли достаточно медленно. То есть это видно, исходя из шкалы OX. Очень много было промежуточных шагов. Дальше интересное состояние, это количество версий у проекта небольшой. То есть вот эта вот часть, это старт проекта. И в общем-то даже хорошо совпадает с версией. Вот версия 1.0, как правило 1.0 это версия, в которой уже есть вся необходимая функциональность начальная. Соответственно версия 1.0, она вышла как раз вот при достаточно небольшом количестве зависимостей. О чем это говорит? Вообще, когда над проектом начинает работать один человек, и в данном случае скорее всего так оно и было, это была разработка одного человека, количество зависимостей идет только по количеству библиотек, которые он использует в своей работе. И количество этих зависимостей, как правило, не очень большое, потому что кодовая база не очень большая. И соответственно используются совершенно стандартные вещи, работы с файловой системой, архивация, архивация, тому подобные вещи. И количество зависимостей не очень большое. Дальше по мере развития проекта начинается вот эта вот стадия роста. То есть начальная стадия проходит, если проект доходит все-таки до своего первого релиза и начинает быть востребованным, то мы видим, что рост идет такими шагами. И вот эта вот стадия до версии 3, да, то есть здесь вот получается прошло две версии, здесь по сути одна версия, да, вот, она достаточно планомерно, планомерно, планомерно наращивала свою функциональность и, соответственно, наращивались библиотеки. Дальше происходит вообще такой мощнейший скачок, здесь вот порядка двух версий тоже вот в этом кусочке, то есть с версии 4 примерно до версии 6, да, то есть две версии сразу и резкое наращивание количества библиотек. Это говорит о том, что проект вот в этой стадии переживает бурный рост. И, соответственно, он выходит до большого количества зависимостей и дальше наступает интересный шаг, шаг переосмысления проекта. То есть вот здесь вот происходит, и это мы видим из количества зависимостей, между 6 и 7 версии, то есть в 7 версии, здесь тоже одна версия, шаг происходит переосмысление проекта. Мы видим, что резко падает количество зависимостей, скорее всего, проводится глубокий рефакторинг, возможно, как раз здесь выносятся какие-то вещи. И эта стадия говорит о том, что идет укрупнение зависимости. То есть если до этого момента проект развивался, здесь он, скорее всего, рос в количестве контрибьюторов, скорее всего, популярность этого проекта, пик популярности пришелся как раз на версию, где-то в районе 4-6, соответственно, он оказался востребованным, он пошел в рост. И дальше возникает ситуация, когда много зависимостей, которые есть в проектах, они разрознены. То есть это зависимости, которые удовлетворяют текущей функциональности. И оказывается, что часть этих зависимостей может быть объединено, укрупнено и вынесено в отдельные самостоятельные библиотеки, которые могут использоваться в других местах. То есть практически в любом крупном проекте, у которого достаточно большая история, наступает такой момент, когда мы росли сначала по функциональности. Вот самый основной рост по функциональности – это вот эта вот часть графика. Вот эта вот часть графика – это рост по функциональности. То есть это развитие, осмысление, углубление. Потом усиление роста за счет популярности, возможно, вынесение какой-то функциональности в зависимости. Поэтому такой резкий рост. И когда уже резкий рост останавливается, приходит осмысление. То есть на этой стадии, уже на вот этой вот стадии, мы сталкиваемся с тем, что мы понимаем, что нам нужно от проекта. Мы видим устоявшиеся вещи. Мы видим, что у нас есть функциональность, которая дублируется. Есть функциональность, которая объединяется с несколькими библиотеками. И происходит вот это глубокие переосмысления и создание, вынесение новых библиотек. И их, соответственно, укрупнение. То есть когда мы несколько зависимостей объединяем в одну, делаем какие-то библиотеки, которые уже используются, может быть, и в других проектах, и наверняка используются в других проектах. И дальше мы с укрупненными зависимостями продолжаем движение вперед. То есть график зависимости позволяет нам сделать вывод о том, что у любого проекта есть стадия формирования своего релизного состояния. То есть когда мы на небольшом количестве зависимости с небольшим количеством разработчиков доказываем, что называется proof of concept. То есть мы доказываем, что наш самостоятельно развиваемый продукт имеет право на жизнь. Дальше наступает стадия роста, которая говорит о том, что наш проект живет, мы в нем продолжаем быть заинтересованы. Мы переосмыслим его, развиваем, соответственно, растут зависимости. Дальше, как правило, идет вот этот бурный рост, это значит, что проект выстрел, что называется, к нему проявили интерес, начали активно внедрять новые фичи, соответственно, пошло подключение зависимости. А дальше проект переосмысляется и уже устаканивается в плане укрупнения зависимости, выделения из этого проекта подпроектов. И это происходит практически везде. Если мы построим график ангуляра, возможно, в одном из следующих видео мы увидим примерно такую же последовательность. Теперь, что нам дает этот график в плане того, как анализировать этот проект? Он нам дает понимание, куда смотреть. Он нам дает понимание, какие интересные точки есть в этом графике. Если мы только-только начинаем, то вот эта зона, вот эта версия до 1.1, 1.3 даже может быть, вот эта вот зона, она нам интересна именно для того, чтобы войти в проект и понять его ядро. То есть те функции, которые в первую очередь реализовывались, то, для чего он создавался. Это в этих, соответственно, в этом диапазоне мы можем посмотреть релизы. И это нам даст хорошее представление о том, как проект развивался на старте, как он динамично, не динамично двигался. По-хорошему, вот на этот график еще можно было бы наложить количество строчек, которые были написаны. Сложность посчитать. Но это, опять же, в будущем, если станет интересным, мы сделаем. И окажется, что собрав вместе эти показатели, мы вот на этой начальной стадии можем понять, насколько быстро, активно развивался, какие идеи отрабатывались. Если посмотреть на код, там будут и комментарии в коде, и разъяснения, которые нам помогут лучше понять проект. Дальше, вот интересная зона, это вот эта зона. То есть, что произошло вот здесь, что проект сначала, даже, наверное, вот такая зона, что проект сначала рос активно. За счет чего он рос? Были ли там новые фичи, либо выносились библиотеки. Либо это все было вместе, то есть, посмотреть по коммитам, что там происходило. Это интересно именно с позиции того, как авторы этого проекта умещали между контрибьюторами, новыми людьми, которые наверняка в этот момент активно вливались в проект, как организовывалась работа над совместной работой многих людей. И, скорее всего, я предполагаю, по крайней мере, на моем опыте, работа многих людей это всегда создание библиотек, зон изоляции, пакетов, которые выносятся отдельно, на которые эти люди работают, чтобы не мешать друг другу. Именно поэтому можно предположить, что на этом стадии было большое количество контрибьюторов привлечено в проект. Проект получил популярность, и, соответственно, начали расти вот эти зависимости, которые вливались через небольшие библиотеки. Это еще одна зона интересная для анализа. Ну и, соответственно, в ней еще особо интересно посмотреть, что вот это за пик, почему здесь возник этот пик, непонятно. Ну, скорее всего, это, может быть, откатились на какой-то предыдущий вариант, что-то пошло не так. Вот, и посмотреть, что там шла за оптимизация, какие библиотеки, какие пакеты выносились, и как они функционировали. В целом, этот график говорит о том, что зависимости в любом проекте никогда не растут бесконечно вверх. То есть, когда доходит до какой-то стадии популярности, проект начинает, и практически везде происходит вот эта лесенка, когда проект начинает укрупнять свои зависимости, вынося хорошие решения, проверенные, продуманные в отдельные библиотеки пакеты. И вокруг NPM начинается, соответственно, формироваться своя экосистема с библиотеками, которые направлены на фичи, связанные с самим NPM. И NPM становится, соответственно, утилитой, которая начинает влиять на работу утилит и разработку на Node.js. И вот в такой момент, соответственно, возникает формирование библиотек, которые начинают использоваться в других утилитах, возникают утилиты, которые на базе решения NPM уже начинают делать что-то свое, и для этого нужны библиотеки. Поэтому они укрупняются и выносятся в отдельные проекты. Ну, вот такой интересный график у нас получился. Вообще интересно посравнивать графики разных проектов. Я думаю, что если эта тема зайдет, то мы это будем делать. И, возможно, если вам будет интересно продолжать, мы сделаем вообще небольшой проект, в котором соберем основные фитнес-функции, которые, на мой взгляд, помогают на старте анализа проекта понять, как он развивался, и вот понять вообще вот эту технологическую составляющую, как версионировать, когда и зачем писать документацию, как бороться с зависимостями, как подключение новых разработчиков влияет на вот это управление зависимостями. Здесь было бы интересно еще построить график количества контрибьюторов. Там мы тоже можем это вычленить, исходя из того, что в проекте есть описание контрибьюторов. Сначала это было просто в пакет JSON, соответствующая зона файла, потом оказалось, что их много, создался, соответственно, файл contributors, и мы можем посчитать, сколько там просто так же строчек, и наложить сюда количество контрибьюторов, которые участвовали в проекте, и посмотреть, как это коррелировалось с графиком по росту зависимости. В общем, таким образом, мы можем очень много интересных технологичных вещей при работе с проектом вытянуть, просто анализируя уже готовые, развивающиеся, или, точнее, хорошо развитые библиотеки. Надеюсь, что-то новое вы узнали, это первый шаг в этом направлении. Если вы хотите, чтобы я продолжал, пишите в комментариях, подключайтесь в Telegram-канал, там основные все обсуждения происходят, и там же можно обсудить вещи о том, какие еще аспекты вам интересны в плане анализа проектов, и интересны ли вы вообще эти видео. Ну, а с вами был Сойер, спасибо, что слушали, до свидания. Продолжение следует...